Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме, Олег Пик, Александр Шунин вместе с вами. Всем еще раз здравствуйте. Мы поговорим сегодня о развлечениях, о том, как провести в ближайшее время приятное время. И ради чего. И ради чего. Ради чего мы собрались в этой студии. Да, ради чего собираются люди. Все это ради флирта и только ради флирта. Это не дурацкая шутка, это название концерта, который состоится 15 июля в Зале Дзинтере, в Малом Зале Дзинтере. Да, только ради флирта называется. И режиссер, постановщик этого всего действа Мария Фон Валюков сегодня у нас в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, наверное, несколько слов о том, что ожидает зрителей. И каким образом вообще появилась идея вот такой необычной постановки соединения кинематографа с живыми артистами? И что было вот идеей такой? Ну, это, в общем, вполне логично. В итоге все складывается, я надеюсь. Потому что был снят фильм три года назад здесь, в Риге, с латышскими актерами, латвийскими. Все время споры идут. Как правильно все-таки говорить? Ну, если мы говорим вне зависимости от национальности, а, наверное, латвийскими. Латвийскими, хорошо. Значит, с латвийскими актерами по новелле Жана Кокто, французского автора, который был в свое время невероятно, конечно, популярен. Он был и писателем, и поэтом, и режиссером, и художником, и дружил со всеми вообще на свете во Франции знаменитыми людьми того времени. И он был, на мой взгляд, таким предшественником «Новой волны». Хотя в свое время он был, конечно, тоже как бы радикален, удивительно, не похож на других. Но вот «Новая волна», она в кинематографе, да, главным образом, она как бы сместила даже таких удивительных людей, как Кокто, которого все почитали. И он по этому поводу устроил бал. Прощальный? Да. Да. То есть он придумал... Мое время прошло. Адьё. Адьё, да. Но устроил совершенно невероятный костюмированный бал. Пригласил туда всех вообще на свете, кого только возможно было пригласить. Селебрити, назовем это так, да, современным языком. И устроил, ну, просто невероятное шоу. Потому что, конечно, он не соглашался с приходом вот этой самой «Новой волны», которую мы сейчас почитаем, и на которой основывается все, в общем, я так считаю, современное уже искусство. Он, значит, некоторым образом с этим боролся. Так вот, я взяла, значит, эту его новеллу, которая, на мой взгляд, она абсолютно по смыслу, по теме не в прошлое отходит, а как раз, наоборот, в будущее. И попыталась соединить это стилистически с новыми венями кинематографа того времени. Вот. А концерт, который придумался, это музыка тех лет, да, то есть той же «Новой волны», когда все зазвучало тоже по-новому. И захотелось такой сделать небольшой срез по вот этим 60-м. Французским именно. Французским, но на самом деле это влияние было везде, и в Латвии в том числе, между прочим, даже несмотря на Советский Союз, да. То есть эта новая волна, она как-то прокатилась, она каким-то ветром подула, и мне кажется, сейчас вот этого ветра нам как-то не хватает. Не хватает, да. Да, да, да. Ну, что же нам задует Серж Генсбург наверняка, Фуаза Орди наверняка, что еще, кто еще прозвучит? Ну, обожаемый им Жак Дютронг. Собственно, бывший муж Франсуаза Орди. Вот, он тоже был таким пионером. У него вот песни, которые мы там исполним, и они, если тексты, если в них вообще вслушаться, это такой прорыв, это такое как бы развенчание всех этих устоев 50-х, всей этой правильности, всей этой приглаженности. С одной стороны, я говорю, внешний, хотя была даже статья у Трюфо как-то об основных тенденциях во французском кинематографе, которую такой журнал был. Они, собственно, все вышли из этого журнала «Каедю Синема». Представители, ну, основные представители новой волны, Годар, Трюфо и Шаброль, да, они все вышли. Они все были кинокритики, а потом вдруг раз и стали снимать вот такое радикальное кино. И кто из них там говорил, что когда я сидел как кинокритик на галерке, мне мешали вот эти, мешали цветы там поставленные, он сидел на дешевых местах, нам закрывали полэкрана. Когда он стал уже мэтром, то да, вроде и ничего, смотрится, вот и красиво украшают, то есть там, он сидел уже там в ложе, ему эти цветы не закрывали экран. Ну да. Все зависит от угла зрения в разных смыслах, конечно же. Да, в разных смыслах. Для кого, кому предназначен вот этот концерт, кто вот ваш потенциальный зритель, то есть те, кто, скажем, разбираются во всех этих лет, а может прийти просто любой человек с улицы, который даже не знает, вот что такое «Каедю Синема»? Ну, скажем так, тот, кто взрастил себя на хорошем кино, тому, я надеюсь, будет интересно в любом случае. А зритель такой более… Продвинутый, не знаю, как это назвать еще. Ну да, нет. Искушенный. Нет, искушенному, искушенному, конечно, я думаю, да, будет интересно. Не искушенному. Знаете, очень разное вообще восприятие, потому что я показывала там кому-то, да, разным людям из разных, так сказать, каких-то областей жизненных. И от которых не ждешь, вот, знаете, кажется, вот думаешь, вот, наверное, может, кому-то будет там сложный, как-то странный или еще что-то, да, а вдруг вот люди с совершенно чистым, искренним таким, знаете, незамутненным сознанием, они вдруг воспринимают, типа, о, как это вот удивительно, но их это берет. Вот тоже, а наоборот, кто-то такой уже опытный, как ему кажется, вот все-все-все знающий, вот один режиссер мне сказал, ну это ты какую-то оперу от кино сделала. А он снимает сериалы такие достаточно простые, вот для него это опера от кино. А кто-то вот буквально позавчера мы были тут на телевидении, продюсер такой очень у вас веселый, есть один, одной программы, и он такой весь радостный, увидел, он говорит, я фильм посмотрел, так вообще супер, супер, а он такой, в общем, очень живой, человек такой, не, 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 так сказать, не тот, который закапывается, да, в историю кино, мне кажется. То есть не обязательно быть каким-то мэтром синефилом, господи, слово-то какое, синефил, для того, чтобы получить удовольствие и вот просто снять сливки вот с этого удивительного времени, когда кинематограф менялся, когда вдруг вот какое-то новое дыхание появилось, и вот последнее, на последнем дыхании, на этом последнем дыхании можно будет получить удовольствие. — Мы уже говорили о том, что нужно вдохнуть что-то, поэтому это дыхание не будет последним, можно сказать, первый вздох новой серии дыхания. — Кто будет участвовать? — Кто участвует прямо, да, вот, одновременно. — А в фильме кто? — В остановке, в остановке, в этом концерте. — Да, это всё-таки, да, такой театрализованный концерт, я бы всё-таки так назвала, то есть не совсем концерт-концерт, поскольку все артисты драматические, да, артисты драматические, они, они не вокалисты в том смысле, то есть, конечно, все будут хорошо петь, это я вам обещаю, вот вчера мы строили на три голоса, такая красота у нас там вообще, музыкальная, да. Но поскольку артисты драматические, они всегда, то есть это некое, некие отношения, некие какие-то, то есть внутри песни, песня, она как бы ты говоришь, ты рассказываешь какую-то историю, да, почему она не обязательно по внешнему тексту идёт, да, это по внутреннему, это какие-то идут такой, так называемый, да, вот, по школе, если говорить, это подтексты, то есть люди общаются, то есть зритель должен считать вот этот вот второй план. Так вот, и замечательные артисты, которые снялись, собственно, и в фильме, и которые, и певцы, это Рихард Лепперс и Максим Буссел будут работать, но и ваша покорная слуга волей-неволей как-то вписалась в поворот. То есть тоже? Да. Маленькая, скромная, ведущая, главная роль. Нет, нет, я господам артистам отдала большую часть, так сказать, материала. Фильм, где можно посмотреть, неоднократно прозвучало фильм, 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 а посмотреть? Ну вот посмотреть, приходите, увидите. А там же будет и фильм, и вот эта постановка, всё это вместе. Да, конечно, да, одно вытекает из другого. Хорошо, тогда какая роль отводится круассанам? Ну, здесь у меня написано, а в сопровождении бит-квартета «Де Круассан». А, это просто… Я чуть подумала, что это бы про хлеб, про утренец. Ну да, да, просто. И про них тоже с удовольствием. Каждый билет получает круассан. Да, я даже думаю, откуда круассан? А было бы красиво. Да, заходишь, и тебе, собственно, булку в руки. Шампанское и круассан. А меня тоже спросили, а шампанское? Я говорю, ну там есть буфет прекрасный, с шампанским, то есть это всё присутствует. Они… Какой ролик? Они прекрасные. Они прекрасные. Они прекрасные, они наши большие друзья. Конечно, и они с нами, мы все одна команда, мы банда. Мы с ними репетируем эту программу, и, соответственно, тут мы все вместе, не разлей вода. Надо идти 15 июля как-то зарезервировать вечер себе, прям галочку поставить. Всё обещают тебе. И кино, и спектакль, и круассан, и хруст французской булки. Насколько Латвия, вот говорят, Рига – маленький Париж, вот в Латвии ощущается этот вот какой-то дух, я уж не знаю, вот этого французского шарма, какого-то очарования, лёгкого, которого всегда говорили, вот Франция – это вот что-то нечто особенное. Как Рига, да? Да, как Рига вот соотносится. Я бы тоже сделал паузу, если честно, и долго подбирал слова. Нет, но тут, знаете, сейчас, не знаю, голову мне пришло, что какой-то вот такой момент, когда был вот Советский Союз, да, то ездили в Ригу, как вот, и снимали кино здесь. Здесь, естественно, как вот эталон такого западного какого-то антуража, который можно было здесь получить в силу древности города, в силу того, что всё осталось, вот этот какой-то удивительный калинкор и архитектура, да, и флёр, и вот всё это здесь было ещё тогда. И мне кажется, что от этого просто невозможно избавиться, и для нас, вот для выходцев, да, откуда-то изоттуда, как это не печально звучит. Ну, не знаю, мы выходцы вот именно отсюда. Да-да-да, но всё это было. Да-да-да, но всё это, я говорю, что была вот эта вот эпоха, которая пыталась всё это как-то разорвать, но я как раз хочу сказать, что это невозможно. Поэтому, поскольку это невозможно, это и есть, и это было. И поэтому, наверное, Франция как-то связана с тем же, что это такая же древняя столица, такая же красота. То есть вот это какое-то вот такое перетекание, мне кажется, атмосферы, оно существует. Я периодически вот как историк, вот когда начинаю беседовать с нашими гостями, вдруг возникает всё-таки вот этот момент, ощущение цикличности истории, потому что мы все прекрасно, но знаем, что был период, когда, ну, во-первых, и Париж был центром русской эмиграции, и Рига тоже была как бы перевалочным пунктом. И здесь вообще, в принципе, огромнейшее количество эмигрантов, уезжающих тогда из России, спасающихся от революции, здесь жили, работали. Да-да. То есть это вся история, как будто бы ощущение такое, что всё-всё идёт по кругу, повторяется. Я, кстати, знаете, о чём подумала, сейчас немножечко про другое. Я подумала о том, что вот эта вся новая волна, которая была тогда, вот мы вот про кино, да, и про музыку, и там была такая тема, что если раньше, вот до конца 50-х фактически, люди, которые делали что-то в кинематографе, должны были пройти по иерархической лестнице. То есть они должны были от техника какого-нибудь осветителя дослужиться, да, пройти вот этот путь. А новая волна, значит, это нужны были молодые, и неважно, какие молодые, то есть вплоть до того, что... А ты не хочешь снять кино? То есть это вот буквально вот так звучало. И вообще изначально в новую волну вписывали вообще всех подряд, там было где-то приблизительно 160 человек, которых, естественно, сейчас никто не помнит. Но они все туда вписывались и просто вот брали, а ты вот не хочешь, а ты не хочешь, всем казалось, что вот может любой, без вообще образования всего. Но тем не менее из этого что-то получилось у кого-то, конечно. Так вот, я вдруг задумалась, что раньше, вот буквально до последнего десятилетия, то же самое происходило у нас. Вот эту иерархическую лестницу, ее нужно было пройти, просто мне это, я помню, сказал Игорь Ясулович. У нас, я преподавал в ГИТИСе, и, значит, вдруг он приходит и мне говорит, ты забираешь у меня репетиции. Ты вообще понимаешь, что так вот нельзя со мной поступать, потому что ты вот не прошла вот это вот, то есть ты должна вот это вот, как-то вот, вот эти все слои. Как вот ты можешь у меня забирать репетиции, потому что ты должна вот уважать? Я говорю, я у вас не забираю, естественно, ничего, там по расписанию у нас так стояло, ну неважно. Но он вот это вот, нес вот это вот, что все должны пройти вот этот путь тяжелый. Да, так вот сейчас я хочу сказать, вот эта история, дайте молодым вот все, и гранты, и бог знает что. Мне кажется, это в какой-то степени новая волна, вот она тоже. Так нет, вот как раз у нас вчера был режиссер ДМБ Роман Качанов, и мы как раз говорили, он говорил о том, что вот в 90-е, вот в начале 90-х произошел числом, он открыл, вот он в 23 года начал снимать фильм. И говорил, что раньше это было невозможно, потому что я должен был пройти все ступени, вот столько ждать своей очереди, что, может быть, годам 40-ка мне вот доверят наконец-то снять картину. Ты будешь ассистентом у режиссера, там первым, там вторым, потом первым, потом еще каким-то. Да. А, да. Эти вот социальные лифты. А сейчас произошел вот этот же такой же какой-то слом, и действительно, наоборот, всех вот тех старых, надо их куда-то отодвинуть, дайте молодым дорогу. Это хорошо, конечно. Ну, тут то же самое, что и было в новую волну, да, что не надо, так сказать, мне кажется, тоже уж совсем вот всем, но они потом отсеются, те, кто так, как и было тогда. То есть это я про цикличность, что она абсолютно вот как-то присутствует. Что произойдет с постановкой после 15 июля? Поедет ли она куда-то на гастроль в другие страны, города? Не знаю, потому что я вот сейчас ехала сюда к вам и как раз размышляла на эту тему, потому что этот такой концерт, мини-действо, да, он привязан к фильму очень, поэтому это такая единая система. А если как бы его отрезать, то это будет неполный формат, да, назовем это так. То есть тогда нужно доделать, то есть дожать эту работу уже до полного какого-то спектакля. Хотя у меня такой опыт был, и вот как раз и со студентами ГИДИСа в свое время, с выпускниками, и мы потом ездили вот на гастроли там во Франции, за нами какие-то фанаты ездили по 100 километров, какие-то снимали видео, присылали им, и все. Ну, то есть был такой прям большой успех. Вот, и еще один был такой подобный спектакль, тоже основанный на песнях. В свое время премьера была в Национальном театре с солистом группы Би-2, Лева Би-2. Тоже был основан на песнях Гинсбура. Там не было ни одного слова, так же, как и в той постановке в ГИДИСе. Так что, в общем, вполне вероятно, что если мы ее дожмем, то, может быть, где-то как-то в театре что-то такое удастся. То есть, а вот такая идея действительно рассказать историю, используя просто как в мюзикле песни, вот собрать ее, в принципе, она же, ну, как бы, лежит тоже наповинулась. Да-да, я уже два раза делала подобные работы, ну, немножко по-другому, да, но здесь вот тоже поле непаханное, мне кажется. Что-то подсказывает, что и не последний. Ну, да. Идей-то наверняка еще много. Будете делиться идеями? Ну, вот все вот прям вам расскажи. Не все. Не надо все. Ну, на что-нибудь можно было бы и намекнуть, между прочим. Пользуясь-то случаем. Ой, боюсь, боюсь. Знаете, мы все суеверны. Суеверны. Нет, ну, будет, я надеюсь, еще кино. В ближайшее время. А, то есть, а насколько вообще для маленькой вот Латвии сам национальный кинематограф, вот если говорить, ну, вот кино, которое снимается в Латвии, оно интересно вот кому-то за пределами Латвии? То есть, насколько ведь это ограничено, получается, что если у нас слишком маленький рынок, ну, то есть, для того, чтобы вариться в собственном соку, то есть, картины априори убыточные, если говорить о каких-то больших проектах? Ну, это всегда, конечно, если о больших проектах, то это должно быть, конечно, ко-продакшн. Для того, чтобы выйти дальше. Или история какая-то, которая... И история, да. То есть, должна быть какая-то тема, которая выходит за рамки. Ну, мне так кажется, да, это мое видение. Для того, чтобы охватить больше аудитории. Ну, это нормально, это, по-моему, в общем, везде так происходит, потому что сейчас мир настолько стал глобализирован, да, что для того, чтобы... То есть, если делать совсем какую-то маленькую локальную историю, она тоже может быть, но она вот и становится такой маленькой, где-то вот она вот как-то просуществовала, такой микромир. Но он, естественно, имеет право на существование тоже. Ну, а если мы говорим вот про театр, наш латвийский театр, ну, у нас же достаточно такая хорошая традиция, и, скажем, постановки Херманиса, они известны и за пределами Латвии. То есть, вот насколько вы оцениваете вот наши возможности, насколько сейчас вот театральные фестивали, которые дают возможность тоже выехать, что-то показать, они интересны вот всему миру? Я думаю, да. Я думаю, вот как раз, что касается театра, то очень прогрессивный театр, вот и Херманис, и то, что в Дайлас все-таки делают, такие весьма такие модерновые, назовем такое слово, да, можно использовать, наверное, постановки. То есть, такие, скажем, соответствующие уровню хорошего мирового театра. Вот драматические вот постановки в этих театрах, мне кажется, они соответствуют. В отличие, как сейчас, может быть, не знаю, меня побьют, в опере, мне кажется, все-таки потуга такая есть, но не знаю почему, не знаю по каким причинам, но немножечко как-то все время в провинциальную какую-то историю это сваливается, на мой взгляд. А в драматическом театре абсолютно, абсолютно, ну вот, во всяком случае, в этих вот двух названных театрах точно это и фестивальный уровень, то есть, блестяще. А в малом зале концертного зала Дзинтери 15 июля в 19.30 вот этот вот французский киномузыкальный вечер только ради флирта, это его название. То есть, есть возможность и посмотреть интересный концерт с французской музыкой 60-х годов и увидеть на сцене наших популярных латвийских актеров Лихарда Леперса и Максима Бусила, а также будут, я понимаю, показаны кадры из фильма, или это будет сам фильм показан? Сам фильм, да. «Одном дыхании», снятый в Риге по новелле Жанна Кокто «Марсельский призрак». Поэтому Рига не только маленький Париж, но и маленький Марсель. Точно. Ну что же, спасибо огромное. Вот режиссер этого и участница этого... И вдохновительница. Мария Д. Валюков была сегодня в нашей студии. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. До встречи. И слушайте радио Болтко.